гранд финал двадцать седьмого чемпионата от истоте ребята вашему вниманию здесь и сейчас стартует за первое второе место поборется рейзи и драме с в этом best of 5 в котором имеет одно очко преимущество все вы знаете почему до рези рискует да ребят последнюю рельсы не попав быстренько шафтил его трамис и 10 на данный момент 1 красный будет время выйти на мегу надо не терять куда ты пошел дядь что то что ты делаешь что ты делаешь еще профессиональчик ебать копать что ты делаешь просто спроси видели он рыкнулся именно охренеть потом понял что у него есть рельса задержался еще немного на ракете и пришлось соснуть потом на миге хорошо ребята выходит еще на плюс один так контроль красного резине рейлил здорово стек имеется добил еще много но постоять за рельсу за мигу извините хватит неплохо там ляпнула еще одна ракета спускаемся начинает душить душить наркоманы прям здесь и сейчас рейзи ожидал подобное выступление 3 рельсы подряд от эдриана сравнивая счет 3 3 здорово агрессивный выпад от дремиса не собирается он отдавать шафта нету рейзи поэтому не на всех ренджах он эффективно может драться снова драме где-то сукаша стоит забрал красный пошел бы вообще на мигу драться и здорово это рейзи сейчас не просчитал что у дремиса нет еще обилки и поэтому ливнул в пользу отдачи контроля миги как минимум побывал на рельсы забыл поднять патроны в типичной ситуации для чемпиона мира ну или как минимум для топ-2 до сих пор это не минус 7 процентов остается у рейзи но в руках эдриана 7 процентов и некоторые позиции это возможно и минус 300 для оппонента здесь не мог рейзи просчитать до конца ребята досконально сферу рейнджера и как мне показалось слишком аркадные действия от анарки учитывая то что откачиваться сфере оставалось 3-4 секунды анарки еще как-то аркадно выпрыгивал на рейнджера рискуя получить в рожу заветный колобок так драмист дежурит все выходы а сколько штампы пассива еще 58 я думал там минус 30 где-то должно быть удивлен я конечно такому количеству не поймут откуда взялась но а рейзи всегда отличался понимаете каких-то уникальней доджем как когда-то было сказано на заре наших стримов air волны меж капелек дождя понимаете успевает просочиться к нужной позиции там спам летит прям ветер из камней шуршит пыль из плазмы а он прям как вообще как воздух между ними просачивает а не получая дамагом вот нечто подобное было только что есть неплохие штрафы ребята мега лежит как же разыграет будет рискует ребята за смотрите но удалось драме тут так скажем подманите ребята на ништячок рейзи довольно редкая картина когда рейзи кому-то удается обмануть я все-таки не верю что это получилось стигина все же драмиж предполагал некий дилей между айтемами и с таким профитом разыграть эту ситуацию мне кажется дорогого стоит смотрите еще рейзи не поверил своему своему провалу получил еще минус фрага потом плюс фрага стресс по но реализацию никто не отменял так скажем по-прежнему надо восстанавливать два фрага впереди драме семена на такое количество и бать что ты делай я сейчас еще будешь идти я думал сейчас еще прыгнет на типа но недостаточно 2 маловато и признаки будет снова сумасшедшая реализация дэмэджа трейзи и трейдер сравнивает счет здорово великолепно обоюдный фраг по кому повезет с респом драме ну ребята повезло с респом не оставлять без внимания двух рельс стиле метеорит пытался переместиться поднять красный драме с не случилось три рельсы аркаднейший подряд сравнивая счеты ребята вот это вот мансы вы видите что происходит вообще казалось бы стопроцентные фраги здесь рейзи не учел возможный даблбэк от драмеса ядя да что ты там зевая что ты ищешь у рейзи который раз демонстрирует более качественные тайминги и в этот раз смотрите катает на каруселька шахта и телепорта снова дравец разыгрывает рейзи разводит его на сферу выкинув сферу дезориентирует фокус противника тем самым имея возможность сам в этот момент разносить дамаг ой ой молодец хорошо ну хорошо я похлопаю хорошо это конечно нам всем очень нравится такой контент перехвалил чутка видите ребят но все равно у драмеса по-прежнему один фраг преимущества два две минутки до конца снова решил разыграть но реализация подвела ребята нет я смотрю для ребят такого класса как ой 2737 что-то там ой ну давай кто же кто же и ой вообще что происходит на этой карте что за супер аркада что за мэйл что за наслаждение да ребят ну то ли мы еще увидим самые сладкие полторы минуты остаются здесь и сейчас ребята равный счет в конце карты у драмеса есть стэк наваливается наваливается на рейзи пока не удается рейзи совсем нет брони опасность осталось одна минута осталось одна минута плюс 20 хп за счет меги для драмеса переход на мед мой на красный сразу резко зашпай ебой именно дефражец думает осталось 30 хп самое время ебануться ну а стенку ракетой пролететь только шо только рези демонстрировал чудеса флика с рейлил был но это не помеха для драмеса и это лишний раз доказывает что некую легкость отношения к игре у ребят она могла сформироваться только лишь следствие многолетнего дикого опыта ребята вот это вот жесть ребята контентик уфи качество класс 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 ну что там ребята уф уф контент гг 11 ребята 11 сравнивая счет по картам драме с хорошая игра до пользу случаем напоминаю что каждый из вас кто неравнодушен может поддержать видео ссылки в описании ребятки буду благодарен любой поддержки спасибо ну ждем следующей карты так ребятушки продолжается гранд финал драме столько что трэйзи показали прекраснейший вейл может быть повторится нечто подобное навок и не давайте смотреть приятного просмотра текс все пухи на данный момент есть у драме со вытолкнул рейзи только что ребята из той ячейки но не удалось за за прожить посмотрите да какой стык остался у рейзи жестко некий абьюз молодчиком да это уже стандартная ситуация выстрел из этого отверстия принес куда ты летишь такое чувство что драме выдал свой максимум на вейле и больше сил не осталось вот из-за из-за ребята несколькими жизнями пытается перебить контроль правильно я понимаю такое именно да ребят смотрите времени до миги еще очень много драме испытается многими добрать приготовленный рейзи контроля боях айтемов так ну вот хотя бы один осталось занятие рейзи что-то мазать начал наверное тоже щитка переживает 3 минута стартует со счетом 60 к звала двоих фантастическая разница но поверьте мне этот драме с он может удивить 8 0 не но это скоро будет раз гараж как мне кажется дабы максимальный стек по броне сформировать рейзи забирает желтый перед подъемом красного рожда ребят мы услышали эту ачивку казалось бы как может быть такое да ребят скорее всего не столь наиграны карты не как ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой эдрина реизирует что це дать что ты делаешь там уже туча людей кричит вообще тебе о том что он подрубил ребята прям он показываю прям слышу скандирует этот лозунг он подрубил как так по другому никак он подрубил Ну вот первый фраг от Драмиса, и это начало грандиозного камбэка. Рейзи понимает, что можно ожидать от Драмиса, который находится на контроле, и явно уже даже учитывая, что это только лишь начало пятой минуты, мне кажется, впустился в плюс-бэк. Один из фрагов разницы, жестко. Ру-ру-ру-ру-ру-рубает Рейзи. Осталось пять минут. Да, вот, после пяти минут Драмис понял, что в принципе, одиннадцать фрагов вряд ли удастся обыграть. Эдрина вернутся. По фрагам никаких шансов. 2-0 на данный момент для Рейзи. каждая следующая карта возможный матч point для эдриана джи дождались ребята мне кажется контент накалился до состояния плазмы на данный момент рейзи руины да ребята клач именно он именно он за него начнем смотреть ожидается осадки виде ракет это диско малярия погнали пила саша джанга пророк говорит сейчас пойдут пилы просто пророк вообще первая пила пошла просто сумасшедший клач просто сумасшедший опа ой 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 ребята вторая пошла это диско малярия 30 на старт первой минуты ой второй минуты story 40 чуть-чуть ошибся ребята тут проблемы с подсчетом ввиду жесткого напора изменений в таблице не каждый процессор справится с такими задачами собирает обилку рейзи это еще одна пила ребята это феерия просто феерия это раз пиздос ребята вообще жесткий и чё с ним делать чё с ним делать ребята вот кого-нибудь есть предположение по моему он озверел ребята вот и чемпион говорит что за чемпион явно разделил любовь рейзи к клочу harder than dire orb говорит тяжелее нежели твой рейнджер которым ты выиграл которым ты выиграл да и еще какой-то месседж от рейзи здесь мой мои полномочия в английском все пап юларе сейс что азер войс а ну профессиональчики из чата как перевести этот месседж от рейзи что это значит популярность говорит сама за себя да или как это перевести нет вариантов но я предполагаю что наверное это так популярность говорит другое а но я понял популярность говорит иначе ага я понял то есть рейзи говорит прежде чем начать изучать клоча он прикоснулся к аналитике и к таблицам статистики использования этого героя другими людьми в этом ему помогал квейкстат 80 ребята на экранах просто жесткий распил ребята жесткий распил афанасич это 31 ах первый фраг от драмеса неужели это начало великого камбэка ребята а это трансформер этот бамблбит так еще вальяжно 1 1 1 1 только что миновал дамага и проведет остальное время мне кажется жестком пластбеке попробуй догони эту железную ерунду летающую ах 3 не зашла она бы конечно подостановила холодильник ах прекрасный фраг за счет тотема ребята некое подобие минирования получилось третий фраг без контроля рейзи клатч уже не смотрится так хорошо видимо самое начало игры подуловил ребята подуловил этот о фарватер этот ветер который дул прям ему паруса между айтемами получалось сделать фраги до 4 про 4 минуты до конца и 7 фрагов разница неплохо попадает драме молодец вы посмотрите он все таки делает и этот фраг демонстрирует то что без контроля клатч не клатч это конечно совсем другое но все мы видели да этот ряд из пилорам вот эту болгарку мы все видели несколько раз практически подряд три с половиной минуты рейзи в неком плюс бэки пассивной особенности клатча является быстрые дэш и перемещения это казалось бы самая большая консервная банка в игре здоровая перемещается очень быстро порой даже быстрее чем до некую тягомотину сливается эта игра рейзи явно ребята психологически воздействует на драме со вот да мне кажется у эдрина есть некий такой не то что так сказать закон для себя да что я чемпион и мне надо выигрывать и вы все не читал а вот хотя не мне судить люди которые прошли до такого уровня профессионализмом по-любому потратили часть себя у каждого свой путь и никто даже рейзи я видел этот пульс на чемпионатах по 200 покерфейс и пульс под 200 как вы думаете ему там было ли уж уютно в тот момент думаю вряд ли каждый справляется по-разному и психологическая война между оппонентами тоже всегда присутствует это ребят файт это отнюдь никакая там кооперативная стратегия и прогулка в цветочном парке это драка не на жизнь а насмерть каждый хочет быть победителем и конечно же всячески прилагает различные способы тактики для этого психологическая атака тоже имеет свое место драме с пока что хладнокровно бегает вот и вот здесь он он ггсвп пишет устал одна минута осталось а вайл плейк мда